всем привет дорогие друзья с вами как обычно вуди и добро пожаловать на обзор варкапа 352 с картой фио r1 стал бит раунд 1 но возможно раунда 2 не было возможно это какое-то название закодированное это у нас обычный рокетран давайте мы посмотрим сразу такой дисклеймер небольшой не знаю как будет звук времени у меня не очень много чтобы это все так сказать если что перезаписывать но вроде как потащена было все в порядке плюс от стримов звук ничем не должен отличаться на стримах вроде нормально она поехали в общем это у нас рокетран у нас 200 ракет ничего специфичного на этой карте нету кроме воды кроме вот этих вот зачем-то сказать свипом клипом кроме дырочек процесс славой секретики да какие-то секретики а вот и нет в общем-то достаточно туннельная карта здесь у нас первое и вроде как единственная развилка на этой карте то есть мы можем пойти вот сюда например а завернуть только надо учитывать что в цпм очень много скорости и с этим могут быть проблемы поэтому возможно проще пойти там по широкой дуге но можно пройти тут и тут мы выходим сразу сюда а в по широкой дуге со здесь фейк вода здесь нет воды это просто текстура там мы выходим значит и встречаемся с другой проблемой если у нас много скорости чтобы нам надо повернуть в этом случае можно использовать либо этот столб что не очень надежно потому что он небольшой и можно его за скимить и все просрать либо просто от стены как-то делать здесь гб дали что-то как-то ухи ухищряемся чтобы сюда завернуть но в дымках все посмотрим как люди решили какое у нас первое место и здесь принципе уже и ниш то есть карта максимально простая давайте как-нибудь по традиции так стать пробегусь я карту не играл ну в том смысле что я ее не затрачивал здесь телепорт вот единственное проблемное место может быть да скорее всего с этим телефон у меня даже как-то не сразу обнаружил ну вот как-то так вот можно пройти карта небольшая карта в цпм у нас первое место это 14 секунд лунтик почти у нас это ладно не бил не будем свалерить давайте кто не знает вдруг результаты давайте давайте смотреть вы кутри 40 16 мм плеер из руси я это котяра любят котяра очень высокий сенс судя по всему но отстрелы кстати говоря нормально плюс минус очень даже мне нравится надеюсь все работает я очень надеюсь я давно очень не записывал обзоры поэтому я думаю что первый будет комом поэтому ребят если что не серчайте нормально хорошие отстрелы давайте еще пикмик можете подниму на 3 так шихуа так котяра есть ты вдруг посмотришь отстрелы нормальные надо просто побольше чуть-чуть поиграть то есть надо механику чуть-чуть более точно так сказать отточить и у тебя сразу пойдет результат вверх и надо стараться наверно не в каждую стену все-таки стрелять некотором смысле так шихуа из герой давайте 28 9 так спешил до фвц сервер давай шухуа давай что там делаешь кофе пьешь вот уже ракетки получше да одну ракету про промахнулся она ракета была некачественная но это ничего тут даже в бп-3 видите идут по широкой да потому что наверно в узкую было очень тяжело залететь 28 и 9 ну неплохо неплохо ридоксиб из австралии нормальные ракетки хорошие отстрелы так вот по узкой окей но не самый надежный вариант был избранного нормальный по чекпоинтам конечно не скажу по чекпоинтам как-то это так эдик на эдика наговаривали что эдик 4 но здесь должен быть должен был быть kill я как бы других ребят не очень хорошо знаю но эдика мы прекрасно знаем вот кстати залетел нормальную узкую но врезался там а по хитрому внутри особенно мог бы и перезаписать но 14 минут суши этих за 14 минут я я такой же там сделала это так не пойдет эдик так happy 268 надеюсь я никого не пропущу вещь опять же блин хэппи я точно помню как хэппи где-то там как-то еле-еле чё-то играл а столько прошло время пища ты фвц видимо да так бустанула дальше всего очень-очень даже неплохо очень неплохо мне нравится так рыбин ну тут вот эти ракет они очень спорные вот эти вот эта секция с водой она такая прямо то она мне не нравится там что-то сделать как и по-другому там на проходить слушайте рейвен тоже отлично вообще прошел вообще нормально прямо вообще хорошо так радио кала на секунду перебил а давай кала покажи нам так но уже получше через а потерял чем от скорости через наклонную так по широкой шоу 24 7 ну нормально нормально немного получилось как-то сказать но это всех касается вы когда особенно на рокет ранах это важно хороший пример это сити рокет например что не нужно стрелять по ситуации я не буду говорить за там радио калан крёшь там какая-то ракета была просто ситуативная потому что так вышло в этот раз нужно иметь что надо стараться иметь четкий роут прям четкий что здесь я должен сделать вот эту ракету после этой ракеты я должен сделать вот эту ракету и так далее так далее должен быть особенно в эку-3 должен быть четкий роут это очень решает ребята это вам же будет потом проще И легче Вообще в принципе Искать роуты Я не знаю как объяснить поправильнее Но ситуативных ракет Должно быть прям минимум Прям вот минимум Все ракеты должны быть На своих местах Так скажем Ашанзи 23.0 Вот Дум На Думе Ашанзи играет Вот здесь например Я вижу что эти подсебяшки Они Некоторые Они задумывались Ашанзи Как будто бы Если я не прав Конечно поправьте меня Но это я так вижу пока что Я возможно немного Так сказать Он убил В каком то может быть смысле Но если я не прав Поправьте Так лунтик Но перебил На целую секунду Выкутрил Давай Так хорошо Хорошо Вот Так нужно примерно Проходить в воду Я так понимаю По широкой шел Рампу Рампу не зацепил И вот на финише Кстати очень интересный момент Потому что ты на повороте Очень много скорости Теряешь в конце И получается Нужно стараться Каким-либо образом Себя вырулить В правую стену Перед поворотом Налево Это очень важно Потому что потом Ты сохраняешь Много скорости Ну посмотрим Посмотрим Вот у нас зондер Да первое место Посмотрим Так эффект 21.2 Эффект на варкап Присылает Приятно Приятно Так Хорошая вода Здесь конечно Как-то маловато Скорости Получается Но потом В конце Себя вырулил Да Да Вот как-то Не выруливается Там В правую Дастин Но посмотрим Может как-то Может можно Заскинуть Левый угол Например Тогда Хотя это тоже Так Ну есть Вот даже я Сейчас рассуждаю Вы должны Рассуждать В своих Прохождениях Точно так же Вы должны Смотреть Где вы теряете Очень много скорости И рассуждать Что Что с этим Можно сделать Это важно Если вы вдруг Играете Не на казуальном Уровне Точнее Вы играете На казуальном Уровне Но если вы хотите Играть лучше То об этом Стоит думать Так Туп 3 Семат Поздравляю Третье место Семат Эффект Хорошая демка Как всегда Так Много скорости Ракетку Можно было Пораньше На воде Тоже Через широкую 21 и 2 Ну нормально Но их разница С эффектом Почти нет Кет Секунду Секунду Целую Кет Отжал Вот Хотя тоже Неудачно Как-то Впилился Блин Мне кажется Можно через Луску Пройти Или Может Мне кажется Опа Ну вот Как-то Я подозреваю Золдер Просто Сделать Чуть Побыстрее Возможно Старт Ну вот Как-то В конце Там Да Конечно Незадача Как там Быть 19 и 9 Первое место Золдер Интересное Решение Интересное Так Хорошо Здесь Повернул Тоже Через шоу Ну Ку-3 Возможно Да Нет Варианта Возможно Надо Через широкую Ребят Тут В конце Вот эти Повороты Змейка В конце Она Какая-то Она Прям Вот Лишь бы Не забанили Меня Она Как это Вот Как это Вот Немножко Вот Ладно Не будем Материться Постараемся Не материться 29,5 Unnamed Player Вновь Unnamed Player Это у нас Котяр В обе физики Отправил Молодец Так ЦП Согласись Котяра ЦП Поприятнее Играть Нормальные Ракеты Врезался Видно Что Человек Поиграл Харту Четко Видно Нормально Нормально Очень даже Ничего Ну я не знаю Котяра Я думаю Что вы Пока Никто Не рассчитывал И большинство Не знали Что я собираюсь Писать снова Обзоры Поэтому Вы наверное И демки Отсылали Без учета До этого Потому что Я знаю Что Некоторым Людям Было важно Чтобы я Что-то сказал Про их демку Поэтому они старались И что-то делали В общем Учитывайте Учитывайте Что я могу Сделать теперь Обзор На варкап Возможно Не на каждый Но это Другой Уже 29 Кадиша Кадиша Иногда на стримы Заходит Его видно Слышно Он вроде как Сам с Квейк Чемпионса Видно Что Вот эти Подсебяшки Вот эти Это Квейк Лайф Это Квейк Лайф Рейс Это сразу Видно Не хочу Сказать Ничего плохого Про Кадишу Но Вот эти Вот Ракеты Это Как будто Вот Вот Например Какой-то Парад Проходит Да Там Российские Флаги Везде Таких На палках Огромные Российские Флаги Все хорошо Видно И где-то По центру Такой Самый Большой ЛГБТ Флаг И вот Вот Это Вот Так Вот Выделяется Квейл Рейс Я просто Очень много Видел Чтобы И что Именно Квейл Рейс Вот Так Стреляли Не знаю Я могу Ошибаться Возможно Это В каче Точно Так Ж Работает Как-то Странно Ладно Ну Это Так Больше К юмору Не Осуждаем Не Осуждаем Ребят 22 Саупин Из Литвы Получается Так Ну И Здесь Понятное Дело Все На ГБ Так Свет На Поворотах На Сохранении Скорости Через Широкую Нормально Нормально Ну Вот Чистенько Прошел Гладенько Нигде Ничего Не Запнулся Все Отлично 19 7 Рейвен Так Очень Странный Старт Сразу Сразу Же Странный Старт Ну Вот Эта Ракета Была Лишняя Она Просто Была Лишней Перед Поворотом Лучше Было Быть Себе Траектории И Повернуть С Больше Скоростью Чем Вот Так Вот Чем Поиметь Себе Например 2800 Да Там Было 2800 Перед Поворотом На Секунду Оно Не Решит Исход Тайма Решит Если Ты После Этого Поворота Еще Два Прыжка Сделаешь На Большей Скорости Вот Что Решит Запоминайте Записывайте Конспектируйте Я Вам Ничего Плохого Не Посоветую 18 9 Хэппи А Через Гуску Хотел Но Не Вышло От Потолка Нужно Было Прямо Слиться Ну Вот Например Да Не Сказать Что Хэппи Реализовал Хорошо Финиш В плане Что Он Как бы Последнюю Ракету Так Сать Перед Поворотом Не Выстрелил В От Рейвен Но Разница Мы Конечно Чейки Надо Сравнивать Но Разница Видите Почти Секунды В целом Хэппи Побыстрее Пройдено Крак Раксил 18 6 Нормальный Пока Я Оправдывать Потому Что Вроде По демкам Ничего Такого Не Говорю Но Вроде Как Ничего Такого Пока Нет Как То Потенциал Вроде Вот Он Завернул Хорошо Кстати Потенциал Вроде Вот Хороший Был И И Играет Плавненько Чистенько Но Ракет Мало Мало Ракет Мало Ракет Выстрел В нужных Местах Не Выстрел Ракету Так Дукач 18 Дукач Привет Даже Так Решил Так Через Копку Вперед Поворачивает Не Злая Дукач Не Злая Надо Бы Отвыкать Дукач А Боковыми Кнопочками Надо Вот Как Краксил Как Краксил Делал Так Так И Надо Так Радио Кало Перебил На Через Узкую Вцепим Надо Через Узкую Прям Пазарю Ну Немного По Траектории Ну Немного Не Зашел В Поворот Но Задумка Была Ясна Нормально Нормально Хорош Все Хорошо И Наверное Семь 18 Воль Видно Да Что По Уверенней Себя На Ракетах Чувствует Молодой Человек Прямо Спайлер Вообще Не Боится Ну Вот Эта Ракета Перед Поворотом Она Все Мно Лишнее Ее Не Надо Пускать Никакую Ни Стену Ни В Пол Если Только Ты Не Собираешься Скимить Этот Поворот Через Угол Через Левый И Кидать Там Под себя Шку Для Скима Это Другое Самый Правильный Вариант Будет Стрелять Сразу В Этот Поворот А тут Получается Что Ты Пускаешь Ракету Ты Себя Оттягиваешь Этот Кулдаун Ракет И Ты Стреляешь Следующую Ракету На Повороте Позже Ну Это Типа Это Надо Это Возможно Так Не Когда Вы Сами Играйте Это Возможно Не Врезается В глаза И Вы Этого Не Видите Но Я Вам Говорю И Вы Сопоставляете Похожие Ситуации На Других Картах Их Очень Много Таких Ситуаций 17 8 Пил Так А все Лепишется Вроде Бы Ну То же Самое То же Самое То же Самое Все Ракета Ну Точнее Тут Тут Вроде Скорее Было Просто Немного Не так В поворот Зашел Я понимаю Что вам Возможно Вы такие Сидите Типа Бля Вуди Да мы Все Это Знаем Просто Не Получается Ну Надо Чтоб Получалось Ребят Надо Если Вы Это Знаете Не Надо Это Отпускать Это Надо Пытаться Сделать Пусть У Вас Будет Как У Вас Сейчас Суть Вот У вас Всех У вас Всех У всех Вас У вас Суть Сейчас Сделать Хорошее Прохождение Не Тайм Таймы Это Приложится Это Как игра На гитаре Как на Любом Музыкальном Инструменте Если Кто-то Шарит Кто-то Шарит Сначала Сначала Нужно Играть Медленно Чтобы Научиться Играть Быстро Это Золотое Правило И в Тефраге Оно Тоже Работает Не Надо Никуда Торопиться Спамить По стенам И так Далее Нужно Четко Выстраивать Себе Маршрут И по Нему Идти И В частности Вот этот Поворот Лучше Вы Выстрелите На Ракету Меньше Но Вы Зайдете В этот Поворот Хорошо И потом Через Неделю Например На Похожей Карте Вы будете Делать Это Еще Раз А потом Еще Раз А потом Уже Вернетесь На эту Карту С накопленным Опытом И Перебьете Себя На Секунду Потому Что Вы Изначально Будете Делать Все Правильно Потом Переучиваться От этого Рокет Спама Бесполезного Конечно Есть Карты Где надо Просто Спамить По стенам И они Есть Как там Киселькап Киселькап 13 Там Тоже Для Каждой Ракеты Своем Местом Безусловно Но Там Просто Можно Спамить И Хороший Тайм Поставить Так Сказать Да Целый Стих Вышел В общем Вы В общем Суть Поняли Я Не хочу Заговариваться Душить Но Это Важно Это Я вам Говорю Что Что Важно Давайте Будем Расти Так Сказать Профессионально Семн 7 Синтекс Ой На рампу Упал Не совсем Удачно Через Широкую Вот Опять же Вот этот Поворот Он Просто Весь Тайм Убивает Он Убивает Весь Тайм Этот Поворот Понимаете Ракеты Хорошие На Исполнение Самого Роута Какой Он Должен Быть Через Узкую Хорошо Хорошо Ну Например Как бы Да Здесь Уже Получше Но Суть В том Что Это ЦПМ А Финиш Сделан Был Как В Кутри Об Это Надо Подумать Так Пилу Из Ну Новых Леди Как Это А Недер Ленд Да Чем Новых Ладно Неважно Так Чуть Широкую Вот Осознанный Финиш Вот Он Вот Он Ребята Вот Он Так От Патру От Патру Через Широкую Много Скорости Которую В принципе Все Конечно Потерял Ну Финиш Получился Нормальный Но Опять же Неправильный Вот у Пилу Пока Вроде бы Самый Нормальный Финиш Который Должен Быть Так Гим Рог 17 4 Неплохо Неплохо Вот Опять Весь Финиш Просто Вот Просто Финиш Засран Просто Хочется Бездар Бездар Испорчен Как бы не про Глобально Роут А именно Про то Как нужно Входить В такие Повороты Фолла Косет 43 43 Это Это Этот Регион Я не помню Чей-то Регион Под себя Что Неплохие Но Могли быть Получше Нормальные Ракеты Вот Тоже Тоже Хороший Финиш Вот Еще Один Пример Хорошего Финиша Так Наруто Бой Под себя Шку Всрал Я не знаю 52 Минуты Эдик Ты Под себя Шку Просрал Ты Заметил Ты 52 Минуты Играешь Эту Карту И Просрал Под себя Шку И не Кельнулся И финиш Опять Засрал Но Тут Скорости Больше Потому Что У тебя До Поворота Скорости Было Больше Чем У Других Но Это Не Решает Типа Типа В данный Момент Решила Но Потом Когда Вдруг Вот эти Все Люди Осознают Как Надо Делать Финиш Они Его Сделают А Уважаемые Мадара Учиха Его Не Сделает Мадара Учиха Все Еще Будет Спамить По Стенам Только Он Уже Будет Снизу Списка Подумайте Об Это И Блядь Ты Под Себяшку Промахнулся Очевидно На Старте Которая Дает Плюс На Всю Следующую Карту И Ты Не Нажал Кил Это Неуважение Я считаю Редактивно Так Через Уску Нормально Много Скорости Потериал Еще Много Скорости В Поворот Не Совсем Хорошо Зашел Вот Здесь В Этом Моменте Если Вам Интересно Можете Посмотреть Как Здесь Сделан Поворот Это Тоже Это Правильно Технически Но Механически Неправильно Потому Что И Я Буду Много Душнить Наверное Да Я Относительно Уже Много Душню Просто Обзор Получается Маленький Потому Что Карта Маленькая Поэтому Я думаю Можно И Хронометраж Чуть Растянуть Мудрыми Так Сать Мыслями Опытных Людей Вот Здесь Давайте Давайте Даже Что-то Нагляднее За Таймскейлю Все Отлично Сделано Все Отлично Сделано Только Вот Здесь Он Этот Поворот Эту Стену На Повороте Он Ее Скимит Из-за Чего И Он Ее Скимит И Сразу Стреляет Вот Он Попадает Под Ским И Сразу Стреляет Мне Так Показалось Что Он Скимит Из-за Этого Он Получает Мало Скорости На Нем В Случае Таких Скимов На Поворотах Ским Стены В Случа Таких Скимов Вам Надо Сначала Дождаться Пока Ским Пройдет А Потом Стрелять Это Важно Потому Что Тогда Вы Получите Больше Скорости Но Вообще Желательно Это Ситуативно Но Вообще Вроде Как Желательно Эти Ским Избегать Потому Что Тогда У вас Дилей Ракета Потому Что Вы Ждете Пока Этот Ским Пройдет Потом Стреляете Нужно Стрелять Сразу В Некоторых Ситуациях Нужно Скимить И Нужно Так Делать Некоторых Нет Ну В общем Вот Здесь Просто Поторопился То Это Но Это Надо Видеть По идее Это Уже Прям С Опытом Совсем Приходит Что Там Ты Носки Прыгаешь Неноски То Как У тебя Спейсинг Идет Ты Заранее Видишь И уже Знаешь Как Действовать Но Но Вот Вот Эти Моменты Если Вы Будете Стараться Отмечать У себя Это Будет Очень Хорошо Так Сергей Какой Я душный Сегодня Пиздец Давайте Так Если Значит Надо Поменьше Это Кстати Я Вроде Поделу Душню Но Если Надо Поменьше Давайте Мне Напишите Я Может Быть Постараюсь Как Нем Это Вот Упрят Тоже Хороший Финиш Да Вообще Отлично Отлично Пройдено Кравсил 62 Вот Тоже Кстати Как будто Бы со Скимом Как будто Бы со Скимом Но Чуть Чуть Позже Ракета Была И Поэтому Вроде Как Нормально Так Зил Из Франции Секундочку Ребят Ну Финиш Медленновато Немного В целом Нормально Нормально Так Кашков 61 Кашков Через Эфект Посмотрим Как опытный эффект Все сделаем Пока все делает правильно Наверно нормально Но Для Рокета Лучше делать Подсебяшку Потому что Тогда Потому что Хороший Старт Сразу Видно Так Через Широкую Ну В поворот Как Тут Конечно Не очень Зашел А сколько Там было Секунда И два То есть Надо 13 Надо 13 То есть И вриф И сделал Не очень Хорошо Первое Место Вот Видите Он вообще Он вообще Ракеты Он вообще Там не стрелял Он просто Себе На траекторию Все сделал Вот так Надо делать Так Ну В общем Что Давайте Перейдем Так сказать Результатом В общем И целом Демки Неплохие В общем И целом Демки Хорошие Но Вот этот Момент С поворотом Я вам не говорю Что Вот вы Плохо Там Постарались Все нормально Постарались Но Вот этот Момент Отметьте Что Такие Повороты Они В принципе Часто Встречаются Везде Это Нужно Следить 13 Демок Ку 3 25 С ПМ Все нормально Не знаю Даже Что Сказать Ждите Ждите Ребята Обзор Наверное Не знаю На Кос Кризиал Наверное Не будет Обзора Потому что Это Что Будет 18 Там Наверное Ну Посмотрим Ладно Все Ребят Всем Спасибо За Участие Спасибо За Просмотр Ставьте Так Сать Лайки Подписывайтесь Пишите Комментарии Вообще Кстати Это важно Потому что Если мы хотим Поднимать Дефраг И просмотры Дефрага И как минимум Как хотя бы Просмотры Нужно Чтобы видео Лучше Индексировалось Понятно Понятно Что Никто Никто Не Ищет Так Сать Но Хештеги Там Стоят И Квейки Вроде Дефраг И вот Это Все Поэтому Если Что Лайк Там Какой Нибудь Любой Комментарий Кто Сделает Там Коды К этому Видео Где Обзор ЦП ВК3 Отдельно Сделаю Плюсик Поставлю Сердечко И закреплю В общем Это Важно Ну На этом Все Все Ребят Всем Спасибо Всем Удачи И Всем Пока Увидимся На стримах И следующих Обзорах А ну Да Старайтесь Лучше